Ну потлач, ну маркетолог не по годам. Взял он, короче, древний рефлеймовский текст, отредактировал его немножко под себя и типа репостите. Не знаю, что с этого получится, мне кажется, особо-то ничего. Но я предвижу следующее действие потлача. Они будут покупкой рекламы на ВКонтакте, вот этой таргетированной, которая там сбоку висит. Она там 3 копейки стоит и, возможно, продвижение в группах где-то купит. Рекламные баннеры в нищих группах мэтищенских. Возможно, такое вполне возможно. Там вообще всё по 3 копейки. В группах, конечно, дороже, а в этом таргетинге вообще 3 копейки стоит. Вот, если она там ещё живая таргетированная штука, что-то я не вижу, что она там бегает по краю экрана, как обычно было. Вот. Ну, комментаторы над ним уже прикалываются, здесь шутят. Само собой, короче, да, вот. Под современную жизнь подстраивают, короче, да. Вот. Притом непонятно, вот этот Михаил Матичениц, он как бы хейтер он или не хейтер. Заваномаса, он не заваномаса. Посетитель ли он арены или не посетитель. Вообще непонятно ничего. Но нас это всё и не волнует, потому что на самом деле мы пришли-то, в общем-то, за тем, чтобы посмотреть результаты флешмоба, того самого флешмоба, в котором их писали очень хорошие, добрые, отрицательные комментарии. Вот. И как я увидел, там несколько человек всё-таки мне помогли и написали там комментов, что ли, 6 всего или 7, что-то такое. Немного. Но это хорошо для такого канала. И 7 комментов хорошо, таких вот хороших, добрых, прям ультранегативных. Ну, не очень негативных, но таких вот, хотя бы смешных. Давайте их посмотрим. Переходим мы в систему местного 2GIS. Вот они, пожалуйста, да. Я думаю, что тут-то мой коммент не прошёл, но, скорее всего, всё-таки его пропустили, потому что нигде никого значка, что у неё опубликовано, тут не висит. Да и отзывов плохих тут висит с одной звездой достаточно-таки. Вот. Я призывал писать комменты 12 марта, и вот они, соответственно, пишутся здесь. Клуб сборища дегенератов ни в коем случае не рекомендую. Но внешне он так и выглядит. Если вы посмотрите, да, внимательно обратитесь там на фоточках, на видео, что там происходит. Это типа страшно, да. То есть, можно манипулировать мамашами, чтобы они сюда своих детей не отпускали, чтобы ограничили от этого клуба, да. Вот, это вполне рабочая схема, да, такая, да. Чтобы они перестраховались, да, запретили своему ребёнку, если он даже в теории сюда ходит. Здесь появляются, поскольку тут такие вещи, да, такие вещи. Выглядит страшно, короче. Чисто на фотках, на видео. Выглядит страшно. Да, на самом деле мирно это всё, да. Всё тут мирно, по-доброму, конечно, всё. Но на самом деле страшно выглядит страшно. Чисто внешне выглядит страшно. Так, далее отзыв. Рэдди Моус. Это тот отзыв, благодаря которому я и придумал, наверное, идею писать всякую хрень сюда. Потому что я все эти отзывы почитал, посмеялся заранее, да, прежде чем флешмоб-то это завести. Вот. Зря только деньги потратил. Компы прошлый век. Тормозит только CSGO на минималках средних идёт. А наибольшую рекламу, кстати, они сделали все сами. Вот. Про то, что вот вонамаса пахнет, невозможно запах выветрить. Смотрите внимательно. Запах стоит в помещении. Школьники кричат, не советую это место. И это вот реально... Школьники кричат, это действительно было на стримах. Так что этого комментатора тоже нельзя обвинить, что он пишет что-то нереальное. Это вполне реально. Про запах они сами говорили, что невозможно выветрить запах вонамаса немытого, да. То есть они сами себе сделали большую антирекламу, чем кто-либо ещё, да. Вот. Какие-либо приколисты там, тролли, добрые прочие люди, да. Так, так, так. Довольно разочаровывающее игровое место. Качество компьютера в наименьшем возможном состоянии. Это, кстати, вонамас сказал, что компы старое дерьмо. Вот. Человек, о котором я говорил, был владельцем. У которого был большой нос и странные очки. Во время этого опыта я начал спорить с владельцем. И он навязывает мне оскорбительные слова. Говорят такие слова, как грязь. Или я позвоню своему другу вонамасу, который потом испачкит вашу одежду своим потом. Вот видите, вот видите, вот когда ты сам запускаешь, да, вот такую вот систему, да. А что типа один совладелец, короче, это чёрт знает шо, да. А потом получается, что сам от этого ты страдаешь, поскольку вы в одной лодке, да. Вот. Так что так не делайте, если вы бизнесмен, не делается так никогда. После этого я не собираюсь возвращаться в это жуткое место. Вот. Хороший, добрый, положительный. Хозяин ведёт себя очень потлато, считая, что он тут главный закон. Вот такая маслята молчать. А другой владелец вообще молчал, как гусец, знаете, ска первого хозяина. Плюс сильно воняло от него. Ужасный, в общем, сервис. Ну, я согласен, так оно и есть. Так оно и есть. Так, Линк Зырянов. Один из владельцев данного клуба никогда не моется. И когда приходит в клуб, от него невозможно вонять, из-за этого невозможно находиться там. Вообще классные, классные комментарии здесь. Короче, прочитали. Короче, прочитали вообще офигительно. Ну, тут один только после моего вот этого хрени, да. После выкладывания ролика только один вот этот вот коммент от Олега Маркелова появился. Вот. А всё остальное и так было. Но они достаточно хорошие, поэтому мы их тоже прочитали. Давайте переходим к следующему. Что там, Яндекс или Гугл? Так получилось, что я дописываю этот ролик уже где-то через неделю. После начала записи уже ничего не помню. Но продолжаем, короче. Комменты, господа, впереди у нас. Из Гугла будут? Из Гугла? Вот она, Ванамас Арена. Вот она. Давно мы про неё не вспоминали. Я-то вообще не вспоминал, что-то вообще забыл. Там ничего не происходит интересного. Я не смотрю. От канала подписался как от Ванамаса, так от Ванамаса Арены. То есть хайп уже прошёл. Уже нам не особо не интересно это всё. Вообще прям, прям вообще никакого кайпа. Только Джексон Разумист будет там смотреть это всё до конца, до самого. Вот. А мне потом когда-нибудь проспойлерят, чем там всё закончилось. Ну и уже заранее, конечно, знаю чем, да. Но насколько жёстко это всё закончилось, это, конечно, интересно будет. Так. Давайте поищем хорошие, добрые отзывы. Тут они вроде не модерировались. Так. Так. Вот. Вот. Прошёл эти комментарии мой. Вот. Мой комментарий вот здесь вот он стоит. Вы можете почитать. Ванамас Арена в Гугл Мапсе. Вот он. Много лайков. Меня даже похвалили, короче, уведомление пришло. Типа ваши отзывы на Гугл картах, да. Они набирают больше типа лайков, закачаешься, да. Народ вас типа ценит, что вы пишете честные отзывы, да. Вот Гугл прав, Гугл не ошибается, господа. Потому что смотрите, вот так вот. Смотрите этот отзыв. В нём одна правда написана. Одна правда, одно добро, да. Соответственно, вот смотрите. И так. Да, и отзывы у нас похожи по лайкам рассортированы. Но есть пара хороших отзывов, да. Блин, как это делается-то? Пара хороших отзывов. Есть вот. Вот этот вот отзыв, он появился только после того, как я, соответственно, флешмоб-то запустил. На тему написания комментариев. Прихожу я такой на днях в компьютерный клуб. И что вы думаете? Так, прихожу я как на... Блин, уже читать не умею, что-то с утра. Прихожу я такой на днях в это якобы успешный клуб. И что вы думаете? Сидят два учредителя и поливают друг друга каловыми массами. И сидеть в такой обстановке было невыносимо. Так как такое впечатление, что я пришел не в компьютерный клуб, а на ток-шоу «Дом-2», где каждый друг с другом ссорится и ругается. Видите? Это абсолютная правда. Это вот действительно честное одно доброково. Одна правда. Хотел уже уходить. Но беда, как говорится, не приходит одна. И тут ко мне приходит чел, администратор клуба чеченской национальности. И начинает привлечь за шмот. Мол, не так шапка одета. Не с такой ноги начал походку. А у самого на голове была надета аналог-шляпка. Вывод. Еле добрался до дома живой. И слава богу. Хороший комментарий, добрый. Поэтому мы его тоже лайкаем. Чтоб хорошие, добрые комментарии, положительные, они в топ уходили. Да, вот. Вот так вот. Еще тут есть один комментарий где-то вроде. Да, вот. Вот. Вроде вот этот. Я не знаю, правда. Вроде вот этот. Первый и последний раз. Нет, не тот. Это более старый. Первый и последний раз посещаю подобные помещения. И так по порядку. Воняет в зале. Но они сами говорят, что невозможно запаху на масса из зала выветрить. Неудобное расположение. Видите, все правда. Все правда. График работы 17.24. Это тоже странно. Это все правда. Это все недостатки. Вот. Я пока не выходил, от меня чуть два раза не гопнули. Ну, такое бывает в мытищах, на самом деле, около станции. Особенно, если в утренние часы, да, я не знаю, прям. Если уже после полуночи там какая-то чушь начинается в мытищах твориться. Я поэтому там тоже не люблю бывать. Вот. Потому что туда съезжаются все с области. Вот. Всякая хрень с области съезжается в мытищах. Или застревает в мытищах, потому что не можешь на свою электричку пересесть. Там в другие направления, когда они уходят, эти электрички. Вот. Не всегда есть в нужном. И поэтому всякая херня там шатается целую ночь. Вот. Это как в Москве. В Москве тоже жесть какая-то происходит. В Москве более жесть, на самом деле. Вот. Самый жесткий ГОП район, это Москва, конечно. Сама Москва. Почему? Да потому что там специально туда приезжают, да, отжимать всякую хрень, да, бабло. Бабло заколачивать. А тут так просто. Микровариант Москвы. Так. Дальше чего? Дальше чего? Вот. Итак, пишет. ReadyMouse. Ужасное место. Даже повселиться не дают. Компы старые закупили. Да, действительно, древние компы, да, исторические у них. Игры долго грузятся. Но у интернета у них тоже говно. Целый час только на загрузке сидишь, виснет, воняет. Не советую. Видите? Комментарий правда. Поэтому он совершенно вот так вот прошел. Прям прошел, потому что это совершенная правда. Это одна правда про этот клуб. Вот. В клубе стоит ужасная вонь. Даже сложно описать. Словно спешали пиво, мочу и рвоту. Могли бы уборчество нанять. Или сами убирайте. Вот. Они сами об этом говорили. Сами об этом говорили. Вономаз же воняет. Едва выветрили. Они же сами говорили. Сами. Вот. Получайте, огребайте. Вот. А это после моего. После моего уже обращения. Вот. Вот этот вот. Пользователь знаменитый записал. Вот такой вот текст. Текст такой написал. Требует владельцев посетить психолога. И решить проблему постоянных конфликтов между вами. Вот это тоже. Это зашибись комент. Короче. Так оно и нужно. Да. Им психолога посетить. Семейного психолога. Вместе с вономазом прийти. К семейному психологу. Да. Короче. Вот. И разобраться в своих проблемах. В постельке. Да. А то шибко много. Шибко много наружу вылезает. Вот. Личная жизнь. На. На. Всеобщее обозрение. Это подозрительно. Как-то шибко. Так. В помещении одни бомжи. Да. Это есть такое. Это там Дюртимонто концерт. Там. Вожилинка. Они выглядят все страшно. Вот. Действительно. В помойке копались головой целый день. Короче. Купались. Там. Прыгали. Плавали. В мусоре. Вот. А за одним компьютерным столом иногда сидит шизофреник. Который сговорит сам с собой. И зовут его Александр Прохоров. Вот. Короче. Да. Компы шибко слабые. В игру 5-6 минут заходят. Ну. Интернета там знаменитые. Конечно. Никакие. Вот. Так. Ужасное место. Это старые. Комменты. Вот. Но всем кто ставит одну звезду. Тем сразу лайк автоматически. Это. Так оно и есть. Одна-две звезды. Тут не больше. И это шикарное. Шикарное морганное. Короче. Вот. Вот. Ну. Отзыв шикарнейший у меня. Конечно. Не поленился тогда придумывать. Сейчас бы конечно поленился. Пусть уже пофигу. Уже бы сейчас я конечно не стал. Вот. Потому что тема себя изжила. Я думаю не оживет эти темы. Вообще нифига. Так. Переходим уже. У нас остался только Яндекс. На Яндексе у нас проблема. Потому что там все для организации сделано. Соответственно все модерируется. И мало того модерируется. Так еще господа модерируют. Это господа столоки. И все сообщения с матом. Они вообще не проходят. Поэтому приходится их запикивать. Вот. Я вот так к сожалению не сделал. И поэтому. Ну. У меня были подозрительные слова. И поэтому не прошло. Блин. У меня видите откинул. Где-то отзыв там есть мой. Смотрите. Вот. Меня откинул за то, что у меня низкий рейтинг. Во-первых. Низкий рейтинг. Смотрите. Да. Я только один коммент тут написал. Вот. А должен быть хотя бы второй уровень. И тогда прошло. Да. И любой мат или какая-то такая лексика. Типа сатанинских. Она должна быть запикана. Даже слово сатанинских должно быть запикана. Вот. Так. Еще что должно быть. Я вот не помню, что там в толоке делается. Я уже забыл. Так. 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 Агитация на новую веру тоже должна быть убрана. Поскольку там модерация вручную. Они могли от этого откинуть. Так. Откинуть. Да. Так. Ну вроде все. Вроде из-за этого. Только из-за вот этой вот части. Про новую веру. И слово сатанинский. И грузинский язык, возможно, в сомнение привел модератора. Хотя на самом деле, скорее всего, блин, там вручную ему удобряются эти комментарии все. Поэтому тут все добрые такие, да. Ну вот тут вот. Так. Это лайкнем. А, уже лайкали. Так. Ну тут поэтому, видите, мало чего проходит. Вот. Ну ты ведь запикан, короче. Вот это тот же коммент, что там в гугле. Он запикан и шикарно, короче. Шикарно, короче. Да. Вот. Не знаю, почему его одобрили. Не знаю, почему одобрили. Значит, потлатая бабка не совсем модерирует все здесь. Не все захватило. Так. Так, тут хороших, добрых комментариев вообще мало, блин. Так. Потому что, видите, вот тут вот она отвечает. Значит, она модерирует иногда. Это просто забыла отмодерировать. Один комментарий. 13 марта. Забыла отмодерировать. Вот. А это все, видите, она отмодерировала. Так. Так. 13 марта. А последний раз была бы на масс-арен 22 февраля здесь, скорее всего. Да, 22 февраля она последний раз заходила. Поэтому она вот это не удалила просто коммент. Загадка просто... Загадка-то просто решается. Вот. Смотрите, да. Тут, видите, какое одно добро получается. Зашла в на масс-арена. Вот. И получилось одно добро. Отмодерировала все, проверила. Как у Гарика прям, короче. Только одобренные комментарии, да. Вот. Так что Яндекс это такая хрень. Я ее не ошибка, на самом деле, уважаю. У них все для конторы, для рекламодателей. То есть, они даже настоящий сайт какой-нибудь подменят. У них будет сайт, там, не знаю, Google Chrome скачивает. Где? Кто-нибудь зайдет и напишет Google Chrome. А им, поскольку рекламодатели впереди, им покажут купленную у них рекламу, где вообще какая-то трэш, там, вирусы и все такое прочее, да. А сам сайт с Google Chrome, там еще попробуй найди, он будет на 10-й строке. Также и тут все для этих самых, для бизнесменов, для сотрудников, для рекламодателей. Вот. И поэтому тут пользователи угнетены, соответственно, и своего мнения не имеют, ничего сделать не могут. Могут ту кнопку «пожаловаться» нажать, но там пока одобрят, не одобрят. Вот, пока на Толоке это все пройдет, там уже целый месяц пройдет, и ничего тут не достучаться нигде. То есть, Яндекс, он не для человека такой себе. Он для бизнесмена хорош, для обычного пользователя он так себе, короче, вообще не годится. Вот. А если вы бизнесмен, вы тут можете зато, зато с другими кооперироваться, поскольку все бизнесмены здесь дают рекламу всякую, да, вот все такое прочее. Тут все конторы описаны, вот, потому что они все тут зарегистрированы, все тут, все тут они есть, короче, российские, российские-то конторы, вот. И вы можете кооперироваться, тут все шикарно просто, да, вы будете как у себя в конторе, короче, себя чувствовать в Яндексе, короче. Вот. А все остальное, это хрень, короче, вот. Народ, как хотите, так обманывайте себя в конторе, да, обсчитывайте, так же и тут вы его, это самое, обманываете, да, вот. Отзывы только, какие нужно, пропускаете. В общем, все творите, что и обычное, короче, треш-угар, короче, вот. Как у себя в конторе, вот. А пользователь в Яндексе прав особых-то не имеет, короче, вот. Кроме того, что забанится навсегда иногда бывает, вот. Вообще, Яндекс.Профиль иногда всегда банит, и все. Но там, господа, хватит их аварить. Всем, кто участвовал в этой флешмобе, респект огромный. У флешмоби, да, короче, несколько комментариев, хотя бы есть шесть комментов, нагнали вроде как. И то хорошо на самом деле. Это шикарно. Вот, чтобы не расслаблялись. Жаль, конечно, Яндекса полный провал. Полный провал, отмодерировали. А на все остальные вроде проходят, кстати, эти комменты. И это, господа, хорошо.